Удивительные новости, друзья! Тесла показала, как ее автопилот видит мир. Берлинский художник взломал Google Maps. Биомеханические протезы действуют как нормальные ноги. Вышел кокаиновый смартфон. А американцы победили японцев в первой в истории дуэли боевых, человекоподобных роботов. Тесла показала, как ее автопилот видит мир. Компания выложила в открытый доступ новые материалы о работе своего отдела искусственного интеллекта и машинного зрения. В их числе есть видеоролик, который показывает, как нейронная сеть системы воспринимает дорогу, движение и анализирует препятствия. В состав системы Autopilot 3.0 входит массив из 48 нейронных сетей, на обучение которых командой разработчиков была потрачена 70 тысяч часов в различных симуляторах. Сейчас скорость работы системы составляет одну тысячу различных тензоров, предсказаний, на каждом временном отрезке. Искусственный интеллект системы анализирует препятствия дорожные условия, дорожные знаки и разметку на дороге, включая пешеходные переходы. По словам Илона Маска, в 2020 году Тесла выпустит на рынок полностью автономное программное обеспечение, включающее полный набор аппаратных средств, способных поддерживать беспилотную технологию. Берлинский художник-концептуалист Саймон Векерт провел перформанс по взлому сервиса Google Maps. Сложив в тележку 99 смартфонов, художник медленно прошелся по улицам Берлина. Через некоторое время на этих местах в картах Google Maps отобразилась жесточайшая пробка со скоростью движения транспорта около 4 км в час. Реальные водители верили картам Google и избегали дорог с фейковыми заторами, поэтому художник шел по улицам практически в одиночестве. По словам Саймона, своим экспериментом он хотел продемонстрировать, как виртуальные карты могут влиять на физический мир, определяя дальнейшие действия человека. Художник считает, что такие приложения, как Google Maps существенно изменили понимание того, что такое карта, как с ней взаимодействовать, какие у нее технологические ограничения. Векерт задается вопросом, где пролегает грань между удобством пользователя и манипулированием его сознанием. Хью Герр, глава группы биомехатроники при Массачусетском технологическом институте, разработал биомеханические протезы ног, которые полностью имитируют движения голеностопного сустава и дают владельцу обратную связь о положении в пространстве. Движение протеза происходит благодаря 24 сенсорам, 6 микропроцессорам и механизмам, подобным мышцам и сухожилиям, которые управляются АМИ – агонистическим-антагонистическим мионевральным интерфейсом. Для этого пострадавшие мышцы хирургически соединяются в пару, после чего могут сокращаться и расслабляться как в здоровой ноге. Подключенные к ним электроды протеза улавливают сигналы и ретранслируют их в управляющий блок, который запускает соответствующую программу движения. Информацию же о передвижении протеза блок переводит в импульсы и отправляет их в мышцы, создавая обратную связь. Таким образом воссоздается вся мелкая моторика. Благодаря обратной связи от мышц пациент ощущает положение своей новой ноги в пространстве и управляет ей как обычной конечностью. Протез реагирует на неровность земли и инородные предметы. Он позволяет держать равновесие, бежать, танцевать, легко передвигаться по лестнице и даже заниматься различными видами спорта. В конце прошлого года Роберто Эскобара, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, анонсировал первую модель неубиваемого складного смартфона с гибким экраном Escobar Fold. В начале 2020 года стало известно, что организаторы выставки не разрешили показывать смартфон на CES 2020, в частности из-за репутации Эскобара, а также крайне откровенной рекламной кампании с участием полуобнаженных девушек. Но компания Escobar Inc решила добиться своего и представила улучшенный Escobar Fold 2, который очень напоминает Samsung Galaxy Fold. Компания выпустила серию провокационных видеороликов, в которых активно эксплуатируют тему секса. Для рекламы компания использует и имя знаменитого брата. На смартфонах вместо обоев установлено самое известное фото Пабло Эскобара из тюремного досье. Для демонстрации возможностей экрана запущено видео про Медельин, родной город семьи Эскобаров и столица их криминальной империи. А в качестве одного из слоганов используется фраза «От Эскобара людям», отсылающий к активной благотворительности наркобарона на родине. И напоследок новость старая, но от этого не менее интересная. В 2017 году произошла первая в истории дуэль пилотируемых боевых человекоподобных роботов, которая завершилась победой американцев. Пилотируемые человекоподобные роботы или боевые человекоподобные роботы – популярное оружие в научно-фантастических фильмах, играх и аниме. Единичные, реально существующие экземпляры построены для развлекательных целей и до недавнего времени не использовались для сражений. Дуэль прошла в Японии и состояла из двух частей, в которых приняло участие два американских робота и один японский. Для победы в каждом раунде нужно было, чтобы один из роботов упал, отключился или сдался сам пилот. В первой дуэли японский робот победил за считанные секунды. На полном ходу, ударив Iron Glory, американский робот опрокинулся на спину. Затем Куратос сражался два раунда уже против мегабот МК-3 Eagle Prime. В первом раунде Куратос отключился в рукопашной, что засчитали как поражение. Во втором раунде снова выиграли американцы, использовав стальную ферму в качестве щита, чтобы защититься от пулеметного огня. При этом американский робот Eagle Prime повредил боевую руку японского Куратос. Выиграв в обоих раундах, американцы официально стали победителями. На сегодня все друзья, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.